Как я говорю, займемся делом. Поскольку у нас, в принципе, намечена в конце недели постоянная тема «Кузыри», но «Кузыри» – это книга, которая говорит о основных вопросах еврейской веры. Наша недельная голова настолько богатая, что это бесконечность там. И поэтому я нашел тему, которая обсуждается в этой книге «Кузыри» и в нашем недельной главе «Абалак» – это тема о еврейском народе. Скажем, это третья глава, кто-то интересуется, это третья глава, первый пункт в этой книге «Кузыри». Там говорится, как быть хасидом. Ну, хасидом ты думаешь, каким хасидом? Хаббат? Хасид – это хаббат или гур, те знают. Ну, много хасидутов. Но там, поскольку книга там написана тысячу лет назад, то тогда еще не было никаких хасидских направлений без дискриминации. Как раз наоборот, очень многие хасидские движения видят в авторе этой книги рабе Иуда Алиби, своего как бы предтечу, своего учителя. Имеется в виду, хасид – это человек, который хочет быть хорошим евреем, старается быть хорошим евреем. И вот, как бы, там эта тема обсуждается. Но вот я говорю по нашей недельной главе. Я уже говорил, что в нашей недельной главе я различил три направления, которые между собой связаны. Особые качества еврейского народа. Второе – отношение Ашема к еврейскому народу. И третье – это предвидение будущего. В какой-то степени они совмещаются, потому что одно зависит от другого. Если бы этот народ был негодный, ненужный и отвращаемый, можно представить себе его будущее. Но поскольку в целом отношение, можно сказать, положительное, даже очень положительное, то, естественно, и будущее предрекается как какая-то самая, то, что мы говорим о Улам-Аббах, будущие времена, лишь такое положительное и перспективное. Так вот, я выбрал для начала, это глава 23-я, страфа 24-я. Вот там сказаны такие загадочные вещи. Я читаю на Еврите, переведу вам. Ну, если вы имеете на себе на столе русские варианты, то еще лучше. Хэн ам келави яку укаарит насе. Вот народ, значит, вот Белам видит этот народ, смотрит на него там с высоты гор и предрекает ам келави яку. Лави – это львица. Интересно, да, очень, как бы, звучит похоже. Лев – львица на Еврите лави. Станет как лев, да. Подумывается, и как ария. Да, как ария. Снова другой, как бы, другой синоним этого понятия. Лев – и он и кеарит насе. То есть, вот, говорится в еврейском народе в таких, я бы сказал, мужественных метафорах. Лев и ария. И некоторые комментаторы, я бы сказал, в какой-то степени самодельные, самодеятельные говорят, что это говорит о каких-то мужественности народа Израиля. Вот он характеризуется здесь, как лев, который готов встать. Ну, вы знаете, как раз, если вы были в сафари, это вряд ли кто-то был в сафари, наблюдал за львами и тиграми, а в зоопарке… Смотрели видео, что есть документальные. Ну, в общем, в зоопарке, в Израиле, в Иерусалиме неплохой зоопарк, и там видно разительная разница. Лев, он, как правило, спит. Ну, в дневное время, я не знаю, там, правда, у него особых возможностей охотиться нету, даже и ночью, и по ночам. От шоу-фу. Да. Но вот львица, которая рядом с ним, она всегда насторожена. Она более агрессивна. Львица более агрессивна, чем лев. Лев, возможно, по своей физической массе и по другим данным, как бы, более способен. Но это не то. Вот то, что поражает, это Медраж Танхума. А надо сказать, что Раши, когда он выбирает Медражим, здесь как раз для раздела Бамидбар, всего этой книги, он очень часто пользуется этим Медражем Танхума. Медраж Танхума – это Медраж Раби Танхума. Есть сейчас тоже такие имена, малораспространенные Танхум. Что же он говорит? Что же это за лев такой, грозный? Он говорит, нет другого народа, подобного народа Израиля. Вот мы уже начали перечислять какие-то качества. Вот он говорит, чем отличаются народы Израиля от других народов. Я обещал говорить о каких-то особых качествах народа Израиля. Он говорит, другие народы спят, так пошли спать, как бы посмотрел телевизор, там почитал газету, еще что-то, поел и пошел спать. А народ Израиля, даже когда идет спать, он продолжает жить в Таре. И в тот момент, когда он просыпается, Амду Мишнатан, он дымко орает, когда они просыпаются, они как львы, кидаются на исполнение митцвот. Вот такое есть распространенное выражение в еврейском мире, хотев митцвот, хвататься за митцвот. То есть это, ты говорил о хасиде, настоящий хасид, он ищет митцвот. Он не то, что говорит, ну вот надо выполнить какую-то митцву, ладно, я уже выполню, там написано так и так. Он ищет их. Вот поэтому используется здесь голгол лахтов. Лахтов, лахтов это схватить, хватает за митцвы. И первую митцву, которую он делает, скажем, говорит, говорят, крятшма, ну так, несколько не соответствует нашему шелханаруху, но это как иллюстрация того, как лев, который в понятии Тары, или во всяком случае в объяснении Раши, это не какое-то животное, которое кидается на других и терзает их. Она терзает митцвот, хватается, ищет как свою жертву и кидается с охотой и с аппетитом. У мамлихим лякадошбуруху и говорят, что значит мамлихим лякадошбуруху, проглашает его царство. Ашем и лукин, ашем и хат. Ну вот какие львы мы на самом деле. Какая есть, такой был анекдот антисемитский, ну так это говорят. Всегда говорили, что во время Второй Мир войны евреи не воевали, командир отдает приказ «Орлы вперед!» А евреи сидят и не ходят. Он говорит, я же сказал, мы не орлы, мы львы. Лев Львович, Лев Абрамович, мы львы, мы не орлы. Это антисемитский анекдот. В любом случае, наш лев, в нашем понимании, это не тот лев, который обычно подразумевается. Хотя, впрочем, геморрад приводит в отношении мужества Израиля. Израиле это общеизвестно. Определение Израиля. Азим, шебеумот. Аз, это активный, напористый, энергичный. То есть, на поле боя так говорят об Израиле. Они, ну, своего рода, как пантера, барс, энергичный, напористый, хватается и терзает. То есть, то, что мы говорим сейчас, совсем не противоречит какому-то образу поведения в военных действиях. И, например, во время войны за независимость, вы знаете, обычно говорят, война за независимость, это 1948 год. Но, как вы знаете, была еще одна война за независимость в 70-м году, уже новой эры, когда мы воевали против римлян. И римляне победили, но, вот, Йосиф Флавий, он же, Коэн, Йосиф бен Матитьяу, оставила свои воспоминания, идейские войны, и он пишет, что римляне поражались мужеству и отваге евреев. То есть, как бы, сила, сила римлян была то, что они боевали организованными военными порядками, у них была своя тактика, и прочее, это работало, хотя, по естественности, они явно были меньше, чем возможный, как бы, потенциал Израиля. скажем, там было 10 легионов, 5 легионов, в основном, в каждом легионе, это, примерно, дивизия, 10 тысяч человек. Вот. Но они действовали организованы, евреев было гораздо больше. И он говорит, когда евреи выходили на схватку с римлянами, римляне поражались, без всякой подготовки, просто выходили вперед и нападали на римлян. Да. Ну, имели какое-то оружие, я не знаю, наверное, там, пики, щиты, там, стрелы, и прочее, прочее, и боролись, и бились до конца. И это, как бы, вы знаете, это настолько известно, что даже в средние века, уже оказавшись в Европе, евреи выполняли обязанность, охрану и обязанность. Их брали в качестве каких-то охранников. Вот, например, мой паровоз в нашем деле угодно самолетов, Марк Юлевич Дымшиц. Дымшиц, это по-немецки домщиц, охраняющий крепость. Все Дымшицы, лейбщиц, это более известно, лившиц, лейб, это тело, бордигард, это человек, как бы, личный телохранитель. Ну, это оставим, это я просто здесь, поскольку я говорю о других характерах, которые ассоциируются здесь с предсказаниями Белама, и Белам в этом смысле, хотя он нехороший человек, но он говорит все правильно, он хочет сказать что-то нехорошее, но у него всегда вот переворачивается получается хорошее. Вот он говорит, народ Израиля, он подобен льву, келови, якум, потому что как только он просыпается с утра, он ищет митсву. Какую митсву можно сделать? Еще одну митсву можно сделать. Вот это как бы на самом деле наставление вам. Не то, что ой, ну вроде надо сделать на телат ядаем, еще надо сказать браху, а надо с охоткой, с азартом. О, как здорово! Еще одну митсву можно делать. Смотрите, насколько это все как бы меняет как бы подход. Восторг с азартом. Говорит, все, все митсвы сделал, что еще я могу сделать? И дальше, значит, что еще он говорит, здесь перечисляет. После этого они садятся в яшеву, и они активно начинают учиться в хевруте. Вы знаете, я не знаю так, ну вроде бы и у нас тоже в бет-метраше на первом этаже, если вы заходите, по-настоящему те, кто учатся, смотрите, два человека сидят один против друга, кричат один на другого, чего-то азарта доказывают, да, потом они кончают, думаю, сейчас они в морду, извините, выражения будут быть, ничего подобного. Это друзья, но когда ты обсуждаешь или хочешь выяснить истину, да, ты это делаешь с азартом, с восторгом, да, как настоящие бойцы, потому что, поэтому в Геморе мудрецы, Талмидай Хахамим, ученики Ишив, называется Балей Тресим, да, то есть люди, вооруженные люди, как бы, видите, как бы совершенно неожиданная интерпретация понятия встал, как лев, да, кидается, и когда учится, он тоже, да, как бы ради истины, правда, мы как бы, надо всегда, когда споришь, когда вы будете, ну вот у нас это в нашем русском отделении может быть не особенно развито, это, культура обсуждений и изучения предмета взаимным спором, то, что говорят хевруты, вот, но это надо уметь, и как бы, вы, нельзя, самое окей, ты говоришь так, ну ладно, нет, тогда это ничего не получится, ты должен найти свою правду и биться до нее до конца, да, но ни в коем случае, безусловно, не переходить на личность, не говорить, ты дурак, ты ничего не понимаешь, из чего ты здесь вообще пришел, да, нет, как бы ты не согласен с мнением своего оппонента, найди основание, второе, да, доказать ему, что он не прав, и это делается тоже, с азартами я говорю, так, как два льва, теперь он говорит, им ниткал эхад беклум, о им мехаблин баим лега бехад мегем, если говорить, самое, мехаблин, как мы знаем, в современном, современном иврите, это террористы, мехабель это террористы, стоит, как бы, пополнить ваши слова, современного иврита, но в данном случае, и очень часто, как бы, в еврейской традиции, мехабель от слова хабала, да, хабала это ущерб, урон, рана, человек, он говорит, если тебя, напали на тебя какие-то злые силы, которые мешают тебе заниматься, которые отвлекают тебя от правильных мыслей, говорит, надо с ним бороться, что делаешь? Сразу начинаешь, мамлих, ле кадошбурху, мамлих от слова мелах, кадошбурху, кадошбурху, то есть, вот дается конкретный совет, если человек, скажем, его начинает обуревать какие-то, ну, нехорошие картинки из прошлой жизни, да, надо сразу сказать, шма и славе, ашеме лукеину, ашеме хад, вот это борьба, да, и это помогает, вы знаете, это помогает, во-первых, сбивает, как бы, твои мысли, понимаешь, что нужно, шма и славе, мамлихин кадошбурху, это борьба, ты борешься, да, ты говоришь, ну, ничего не поделаешь, вот меня время от времени обуревают какие-то нехорошие мысли, воспоминания, все, вот, надо бороться с этим, и каждый человек, на самом деле, в этом смысле, изобретает свои способы борьбы, вот я, поскольку мы здесь, как бы одной ногой, я стою сегодня на уроке кузыри, так, там говорится, что, понятие такое, вытеснение сознания, это одна из рекомендаций, как бороться с плохими мыслями, с плохими картинками, которые, знаете, бывают очень часто, вот эти махаблим, эти враги, эти соблазнители, как бы, какие-то злые силы, которые, да, мы признаем, что есть какие-то силы, которые тебя пытаются сбить, ты хочешь сказать, креат-шма, и в этот момент, самый, самый святой момент, как бы, крещендо своей святости, вдруг начинает какие-то мысли лезть в голову, да, ну, уж ты, если ты собираешься читать креат-шма, дважды, можно почитать дважды, креат-шма, а вот, самая, Рабью Далеви говорит, просто заранее отработайте какие-то кинетические, двигающиеся образы, вот, представьте себе, например, как действует Бетя Мигдаш, вот, представьте себе, вот идут куани, вот они поднимаются по, по этой самой трапу, принести жертву, да, вот, стоят левиты и поют, вот, это, как бы, очень живая картина, значит, вот, есть даже эти картины, которые есть, вот, Авраам, господин Авраам Мацлех хотел даже приобрести эти картины, которые, да, из Махон Мигдаша, которые создадут эти живые образы, или что-то другое, как бы, то есть, на самом деле, вы должны тебе заготовить заначку такую, заранее, да, что вас больше всего привлекает, что больше всего, как бы, вам близко к душе, да, и этот образ вы пытаетесь им сбить, и получается, да, но есть и другие, как бы, это, как бы, каждый человек должен думать над этим, это не то, что так, ой, каждый раз у меня так случается, если каждый раз случается, значит, ты должен думать, что я делаю с этим, как я с этим борюсь, да, и вот вам, как бы, первая рекомендация, это шмай Исраэль, ашем и лукейн и шахад, и мы говорим, когда мы говорим, шмай Исраэль, перед уходом к от сну, это именно эта цель, да, защитить себя от всех этих мехаблим, говорят, на языке каббалы, говорят, мезиким, цитрахра, другие чужие силы, да, которые, знаете, говорят, ага, значит, вы признаете какие-то нечистые силы, какие-то другие еще есть, а ведь сказано, чтобы у тебя не было никакого Бога другого перед тобой, ответ очень простой, всякий недостаток в вере, вакуум, да, это как развести эти силы, понятно, то есть, если человек все охватил, полностью верит, у него этих согласнов нет, а как бы, то, что у тебя не хватает, это твой минус, он как раз по тебе работает, все очень просто, так вот, значит, первое, естественно, мы говорим, Криятшма, и как объясняют, ну, есть много книг, которые объясняют, как и почему мы говорим Криятшма в какие-то разные времена дня, и вот говорят, что когда Якова Авину, как вы помните, бежал от Исава, к Лавану, да, как он пошел спать, сказано, что он обложил голову вокруг себя камнями, для того, чтобы, как бы, ну, человек спит один в пустыне, там, только дикие звери могут на него напасть и растерзать его, да, поэтому, он обложил себя камнями, ну, говорят, что это было 12 колен Израиля, 12 камней, в честь 12 будущих колен Израиля, которые произойдут из Якова, но в любом случае, вот эти камни, которые он обложил вокруг своей головы, для того, чтобы предохраниться от нападения врага, да, это вот Криятшма, которые мы, 12 камней, которые мы делаем вокруг своей головы, потому что человек, как мы знаем, как бы, его душа уходит, да, уходит в другие миры, и в этом смысле, он как будто бы, ну, меня охраняем, его душа, Нешама, да, мы с утра возвращаемся и говорим Нешама, Шенатата Би, душа, даже имеется в виду, есть, как мы различаем, Нефеш и Нешама, Нефеш, это наши жизненные силы, Нешама, это наша божественная душа, это часть, которую мы получаем от Ашема, и каждую ночь, она возвращается, как бы, на очистку, регенерацию, вот, поэтому она, в этом смысле, мы не защищены, ночью мы особенно не защищены, вот, поэтому мы создаем такой барьер безопасности, Криятшма, который мы устраиваем, и это все делается, понятно, снова с пониманием, с охоткой, с азартом, поэтому он говорит, и когда, ведь на самом деле, он говорит так, здесь говорит, Минахлим, а Мехаблим, Лифанах, да, и таким образом, эти Мехаблим, эти дурные силы, они уничтожаются, да, и после этого он говорит, Умалахишин, Ахарав, Барух, Шем, Квод, Малхутоле Олам, Убархин, что такое, Барух, Шем, Квод, Малхутоле Олам, как мы помним, Якова Авину, первый, который, как бы, создал этот прецедент, Крият Шма, да, как бы, это, как бы, говорится, мы будем, правда, это в книге Дворим, в шестой главе, в Аф, там говорится о том, что, вдруг произносится такая фраза, Шма Исраэль, ашеба лукейна шамеха, до туда взято это, но мудрецы объясняют, что на самом деле, это объяснение того, что произошло, когда сыновья Якова Авину пришли перерачаться, яков Авину как бы уже знал, что он скоро отходит, они пришли к нему, и там сказано, в книге Брешит, сказано в разделе Ваехи, последняя глава книги Брешит, сказано, что Яков Авину сказал им, сейчас я вам раскрою секреты и тайны будущего мира, что с вами случится в будущее время, и потом он запнулся и не говорит, то есть мы смотрим по тексту, ну как бы то, что произойдет в будущие времена, это что такое вообще как бы суперфантастическое, феерическое, какие-то загадочные вещи, а вдруг он, значит, переходит совсем на другой уровень, говорится, значит, вот Медраж говорит так, объясняет и несоответствие, он говорит, что да, он собирал с ним раскрытие какие-то великие тайны будущего мира, ну то же примерно как Каббала, и вдруг он увидел, он был пророком, он увидел все поколения, которые происходят из своих сыновей, что там будут не совсем хорошие люди, потомки будут не всегда хорошими, а пока дойдет, пройдут, скажем, если возьмем советский период времени, будут охмурять нас, отуплять, да, и такие вещи, сокровенные какие-то знания, что будет в будущем мире, нельзя доверить каждому человеку, это все равно, как доверить секреты атомного оружия, знаете, вы особенно говорили, когда была война в Ираке, да, ну сейчас тоже войны постоянно, были опасения, что какие-то террористические группы завладеют какими-то моментами, или даже есть тактическое ядерное оружие, и так... Ничего не было. А? Да, ну вроде бы, ну полагали, что у них что-то есть, вот, как бы, но идея всегда, есть опасение, что террористические какие-то элементы могут обладеть тактическим ядерным оружием, и тогда это опасность для всего человечества, вот знать секреты будущего мира, это примерно то же самое, поэтому Якова Вину сказал, нет, я, наверное, все-таки про себя сказал, нет, все-таки я им это не скажу, но стал говорить им, какие-то предрекания, качество описывает, качество каждого из сыновей, некоторых обсуждает, некоторых он как бы восхваляет, и тогда сказанное, Медраж говорит, что вдруг сыновья поняли, в чем проблема отца, почему он им не говорит то, что он им обещал, и они ему сказали, шма Исраэль, кто это Исраэль? Исраэль это Яков, правильно? Да, слушай, Яков, Исраэль, да, ты не веришь, ты нам не доверяешь, мы обещаем тебе, что постоянно, пока мы существуем, мы будем провозглашать, что мы верим в одного единого Бога, шма Исраэль, слушай, Исраэль, мы провозглашаем, ашем элукейну, ашем эхад, да, это как бы, это, как бы, главный принцип нашей веры, что мы верим в то, что этот мир не плюралистичен, не раскинут, как бы, состоит из различных сил, а он руководится одной общей силой, и после этого сказано, что Яков Абину услышивает, у него как бы отлегло от сердца, и он сказал тихим голосом, поэтому, когда мы говорим шма Исраэль громко, да, а барух шем квод малхуто ли улам ваэт, сказано, надо говорить шепотом, это он сказал, потому что это он сказал, барух шем квод малхуто ли улам ваэт, как бы, слава тебе Господи, да, малхуто ли улам ваэт, и это мне гарантирует, что царство его, Ашема, будет в вечной, потому что мои сыновья, они обязались и гарантируют, и поэтому, как бы, еще один момент, когда мы говорим, ну, вообще, целые книги написаны о том, чтобы разъяснить составные части всего Крият Шма, не только, как бы, вот этой фразы, Шма Исраэ, там же, как мы знаем, когда мы говорим Крият Шма с утра и вечером, она состоит из трех основных частей, и дополнительных проход, это все изучается, вот на уроке Гумары мы об этом говорили, вот Авраам помнит, да, мы говорили о том, как, о каждой части, что она означает, но в любом случае, когда мы произносим Крият Шма, конкретно, вот это, как бы перекличка поколений, смотрите, когда был Авраам Абину, ну, говорят, были раскопки, нашли что-то времен Авраам Абину, говорят, это конец бронзового периода, да, кстати, люди еще не упользовались и железом, примерно в этот период, то есть, это порядка, что, четырех тысяч лет, и с того времени мы, его поколения, все время, как бы, стоим на перекличку, поколения говорим, отец наш Израиль, смотри, мы обещали, мы до сих пор это выполняем, вот уже, как бы, само переживание, смысла этого Крият Шма, оно уже создает совершенно другое настроение с самого утра, понимать, понимать, что здесь очень важный элемент, что ты, как бы, не один, вера наша, не индивидуальная, а она является, как бы, вера только в том случае, она составляется общей частью всего народа Израиля. Вот здесь, таким образом, так это переосмысливается, смысл характеристики народа, хен ам келаби якум, да, и говорит, дальше продолжает этот мидраж, очень красивый, что, как бы, вот, в течение всего дня мы основываем свои действия без сход Крият Шма, заслуга того, что мы действительно при заснее этот Крият Шма отчитались перед нашим отцом Мабрама Абину, и в силу этого мы продолжаем и все, что мы делаем после этого, это тоже все нанизано именно на это ощущение и переживание продолжения того, что было до нас. то есть вы помните эти все благословения из-за псалма царя Давида, 31-й псалм, то эти строфы, которые мы говорим, здесь есть полный печатный текст, я не знаю на русском языке, переведен, полный текст Крият Шма, который произносится перед отходом ко сну, и мы говорим, биатхавки, друхи, я отдаю в твои руки, Ашем, свою душу на ночь. Абкид, это как бы отдача залог в ломбард. И поэтому потом с утра мы естественно говорим, что вот мы принимаем, знаете, первые слова, которые мы говорим, я вам уже сказал, Ашем нишамаши на тата би тарахи, ата барата, ата на тата ли бекер би, да, мы говорим, душа, спасибо тебе, Ашем, за душу, за свою нишаму, снова, умейте различать, да, не всегда эта разница как бы, как бы, заметна, вот, и как бы акцентируется на этом, но это два разных понятия души, нефеш и нишаман, да, иногда понятия подменяются, как бы, ну тогда надо понять, что за этим стоять, но в целом есть два уровня души, есть еще составные уровни души, мы говорим руах, что такое руах, руах, это дух, да, под понятием руах поднимается связывающее звено между нефеш, это живые силы, наши живые силы, наши живые силы, то, что мы способны двигаться, думать и мыслить, да, это тоже относится к Ашему, но это на более низком уровне, да, как бы, те же силы, которые он нам дает, а потом есть нишама, это уже часть него самого, которая находится в нас, как говорят, когда был создан Адам Аришон, то Ашем вдул в него часть своей души, знаете, как бы, мы в этом смысле мы являемся носителями, со стороны, прямо как бы, в нас находится эта нишама элукит, да, поэтому разделяют, и те, кто немного занимались в Хаседуте, и в Хабаде, знают эту разницу, есть животная душа, но не имеется в виду, что ты это становится животным, правильно, имеется в виду, что ты должен стать животным, животным в смысле основа жизни, есть нишама элукит, так вот, мы благодарим Ашема, теперь я выписал все эти составные части качества народа Израиля, ну, мы говорили уже на прошлом уроке о особом целомудрии народа Израиля, что, безусловно, это как бы отпугивает, отпугивает всех врагов, потому что тот момент, когда нас нельзя сразу совратить и подкупить, мы недоступны, говорит, я просто как бы набрал характеристики, говорит, в главе 23-й пасук Юд, да, страфа, но я не люблю слово страфа, звучит уж как-то слишком по-церковно-славянски, пасук Юд говорит, пасук Юд пасук Юд и пасук Юд нет, это не это, это кандалы дядя, это кандалы, вот я вам, кстати, рекомендую, когда вы, как бы, обязанность каждого из нас, в том числе из вас, в течение недели дважды прочесть хумаш, парашат-шабуа, и третий раз надо прочесть, ну, говорят, надо читать на арамите, но те, кто не знает арамит, можно читать русский перевод, ну, конечно, другая проблема, если всех вообще не понимает иврита, то вы считаете дважды на русском, а главное, еще, если как бы, если там, говорят так, торгум, это перевод онкелюса, да, говорят, что это был или сам император Нерон, или же какие-то, как бы, его родственники, вы знаете, что прежде чем, ведь в 70-м году сгорел Иерусалим, но прежде чем Иерусалим сгорел, император Нерон сжег Рим, и поэтому, если вы смотрите Колизей, вот это фундаментальное знание, он обгоревший, это потому что он поджег это все, и говорят, что он исчез, но говорят, что он исчез, потому что он принял еврейскую веру, ну, как бы, были римляне, которые действительно там царица Екатерина и ее сын Константин приняли официально христианскую веру, интересно, что вот, как бы, вера побежденных, да, была принята победителем, интересно, очень, как бы, я не знаю, наверное, пишут об этом, это самая, как бы, поразительная вещь, да, когда, скажем, ну, в этом плане, для, как бы, не знаю, удачного сравнения, говорят, что, как бы, Советский Союз победил Гитлера, ну, вот, ненависть к евреям, они, как бы, научились еще, поэтому, если сразу прослеживается, после победы в 45-м году, буквально, шквал антисемитизма, а не просто такого антисемитизма, а, как бы, просто преследование ненависти к евреям, которое кончилось, вот, в 52-м году, после смерти, в 53-м году, после смерти Сталина, да, при Сталине, да, но особенно отмечается, что после войны, казалось бы, ну, вот они видели, что произошел, все это голокост, все это трагедия, казалось бы, это должно вызвать особое, какое-то чувствительное отношение к народу Израиля, а во всем Советском Союзе, официальная пропаганда, и на бытовом уровне, как раз, как бы, ну, просто волна антисемитизма, да, то есть, я помню, вот, как бы, мне повезло, я жил, в прошлом веке, вот, я помню, как вот, где-то, действительно, в это время, перед смертью Сталина, я шел с отцом по улице в Риге, и нас останавливают два военных, ну, мне было лет пять там тогда, но я почувствовал, знаете, что-то угрожающее, люди в таких длинных шинелях, и говорят моему отцу, ваши документы, а отец мне, как бы, не смутился, говорит, а почему вам нужны мои документы, он говорит, нам ваша внешность не нравится, сообщить, что, ну, такой бытовой, знаете, это, как бы, есть целая книга, это антисемитизм Сталина, в документах, да, ну, тогда вы помните, это было не просто обзывание, и как бы замещение или снятие с должностей, а и просто, как бы, готовили массовое уничтожение, как бы, вот это дело врачей, и говорят, что Сталин планировал изгнать всех евреев в Восточную Сибирь, и там, и там, чтобы они все погибли, это поразительный факт, что победители восприняли идеологию побежденных, ну, это не совсем, как бы, похоже на этот случай с тем, что римляне победили Израиль, но воспринялись просто еврейскую веру, а потом уже, как бы, все это модифицировали, подогнали под свое настроение, сделали из этого христианства. Так вот, я просто говорю, что это церковнославянский язык, он, безусловно, очень напоминает все, что там переведено, и все эти понятия, они взяты из старых. Так вот, да, я говорю, он говорит, значит, вот в главе 23, я сказал, 10-й пункт, говорит, говорит, снова, Белам, ми мана Афар Яков, умиспар, этрова ислаэль, тамот навчи, мот ешари. Что это такое? При переводе ничего не понятно. Мана, лимнот, да, кто посчитал песок Афар, это земля, земля, которую прижит Израиль, или всем, почва, на которой он сидит, и число, извините за выражение, половых сношений. Рова это половые сношения, да, да, и потом он все это резюмирует, и говорит, я хотел бы умереть смертью праведных и честных людей, таких как они. То есть, Белам завидует, Евреям, почему завидует здесь, да, что нельзя подсчитать, нельзя подсчитать число, как бы, Афар, Афар это песок, но, Якова. У нас так много территорий, Израиль, когда показывает на карте, с трудом видишь вообще, как бы, как он там теряется среди других, других стран. И миспар число, число сношений, миспар роба, сношения. Так вот, как всегда, почему мы учим устную тару, потому что она объясняет содержание письменной тары. Как вы знаете, есть всегда наклонность у нас, как бы, новообращенных, когда мы читаем тару, мы, как бы, понимаем на русском языке или на любом языке, у нас, ага, вот мы поняли это, ой, интересно, какая идея. Так вот, это запрещено делать. Потому что сказано, что люди, которые сами пытаются истолковать то, что они понимают в таре, это приведет их к атеизму. Потому что там многие вещи, которые непонятны, когда человек не понимает, так он говорит всякую ерунду. Поэтому, если какой-то человек выступает перед вами и начинает объяснять своими словами, ты всегда спрашиваешь, откуда ты это взял? Если он говорит, а мне так кажется, ну, говорит, так кажется, так иди там к психиатру. А здесь, значит, чтобы объяснить, и поэтому я говорю, здесь мы прибегаем прежде всего к объяснению, которое говорит Раши. Он говорит, что такое Афар Яков. Говорит так. что такое Афар Яков? Он говорит, нет числа заповедям, которые они выполняют землей. В этом смысле, как бы, утрируя, можно сказать, что мы поклоняемся земле. может перевод неправильно, на иврите это звучит Овет Адама, но Овет Адама это работает на земле, понятно, пашет и все, но смысл мы не в этом. Мы, как бы, обождествляем эту землю, и вот здесь, как бы, по его следам, по следам Белама, значит, мудрецы говорят, какие заповеди мы выполняем на земле, ну, вы все сразу знаете, скажем, то, что нельзя отжинать края поля, для того, чтобы отдавалось все бедным, потом он говорит, но он начинает из другого, запрет пахать животными, так, поскольку иногда как бы запрягает упряжку, ну, без тракторов, людей, животных, которые между собой не уживают, шор вэхамор, шор это бык, а хамор это осен, вроде бы, вы тягловые животные, но они, как бы, это вызывает только мучение, запрет, митсвай и стары, нельзя запрягать в одну упряжку, конечно, это можно развить как образ, нельзя спрягать в одну упряжку два несовместимых животных, тоже, я говорю, можно это распространить на взаимоотношениях людьми, хотя люди, это не животные, но нельзя ни в коем случае как бы допускать, что ты видишь, люди, ну не подходят, значит нельзя говорить работайте вместе, ну не подходят, не могут они работать вместе, это первая заповедь, лот из раклаим, келаим, как мы знаем, нельзя засевать поле различными различными несовместимыми растениями, если вы посеяли пшеницу, скажем, у вас есть виноградник, да, то нельзя, вот сколько есть между лозами есть пространство, давайте засеем там пшеницу, все заплеткилаем, это очень как бы большая тема, что нельзя совмещать с тем, теперь из-за, говорит из-за эфер, из пепла красной коровы, это мы знаем, мы делаем, мы делаем способ очищения, потом, и все эти, все эти заповеди, которые мы выполняем в земле, интересно, что здесь как раз о том, что мы лучше знаем, мы не говорим, но мы можем добавить от себя, какие еще заповеди мы выполняем на земле, отделение урожая, да, десятилетия от урожая, от левитам, куаним, да, потом шмета, вот мы сейчас конкретно находимся в период шмета, когда запрещено обрабатывать землю, да, то есть, смотрите, почему вы не обрабатываете землю? Земля священная, ее нельзя трогать, она сейчас отдыхает, ребят, что такое? А ну, как бы понятно, там это самое есть во всем мире, известно, это оставляют на пора, на год, для того, чтобы земля набралась другими силами, у нас это другое, объясняет так, почему мы делаем шмету, мы говорим, земля принадлежит Ашему, она не наша, он ее дал нам пользоваться, и он нам сказал, год, для того, чтобы вы поняли, что не земля, это не нечто, которое вы можете теперь хищнически использовать, да, она моя, я вам говорю, целый год не используйте ее, я хозяин, я решаю, когда будете использовать, когда не будете, да, и то же самое, 50-й год, то есть смотрите, как бы здесь, здесь очень как бы интересный взгляд на вещи, мы не поклоняемся земле, но мы уважаем землю, и мы относимся к земле с большим пиететом, да, потому что мы понимаем, и это как бы снова, как бы иллюстрирует наше отношение ко всему миру, мы понимаем, это не наше, мы получили это в пользование, и это накладывает на нас особые обязательства, относиться правильно ко всему этому, не эксплуатировать, уважать землю, да, и в этом смысле можно сказать, я говорю это ультрируя, но это как бы, анахну овдим адама, мы поклоняемся их земле, сказать так, понять это как бы в абсолютном смысле это неправильно, но понимаете, я просто хочу как бы акцентирую на этом, чтобы понять, насколько наше отношение ко всему, что нас окружает, оно с понятием, с трепетным понятием верующего человека, потому что мы понимаем, что все, что нас окружает, это не наше, да, мы относимся к этому с уважением, с восторгом, что смотри, творец дал нам это на пользование, да, и поэтому, когда говоря, даже, например, там дальше говорить в тексте, по тексту мы говорим, мы говорим, мы говорим браху, перед тем, как мы едим, да, ну, скажем, на хлеб, амоци леха минаарет, нельзя без этого есть, ну, что не сказал, подумаешь, и вообще, что, вот, когда мы произнесем благословление на хлеб, вы знаете, да, простое благословление, баруха таа шем, амоци леха минаарет, благословен шем, который извлекает землю, хлеба и земли, ну, объясняет это следующее, объяснение следующее, мы просим, особенно, пожалуй, это еще более наглядно, когда мы говорим, баруха таа шем, шаакольни еби дворо, да, перед тем, что мы будем пить воду, да, мы говорим, что мы знаем, это твое, да, а можно мы воспользуемся этим, то есть, прежде всего, в любом, также, амоци леха минаарет, извлекающая хлеба и земли, мы говорим, мы знаем, это ты извлекаешь хлеба и земли, как же не извлекает, не только после того, как ты начинаешь там косить и молотить и все, мы знаем, что сам факт того, что там эта земля так устроена, что бросишь в нее зерно и оно восходит, вот это, вот это называется амоци леха минаарет, это то, что из этой зерна, которая там попала, оно могло вообще сгнить, да, и вдруг она дает побеги, и вдруг ты это ешь, это мы знаем, мы говорим, это декларация, а что мы первое, когда мы, перед тем, как мы едим, мы говорим снова, мы понимаем, это твое, а можно мы возьмем, да, но говорят, как сказать, ну, жди ответа, как было, ты попросил, жди ответа, но понятно, что я вам скажу так, если, если нет тебя права, да, то не дай бог, ты подавишься первым куском, это недавно, несколько дней назад, один человек, по-моему, в Бетшемише, умер от того, что он подавился тем, что он ел, я не хочу сказать, возможно, пища была плохо, или он глотал кусками, да, но можете представить себе наказание, когда человек ест, и ему не впрок, да, почему ему не впрок, что он ест, потому что он к еде относится как к жратве, да, а на самом деле это один из способов связи нас с Ашема, мы знаем, что в каждом части этой еды содержится какой-то элемент жизни, который он нам дал, потому что только тогда, когда мы этот элемент пищи возьмем, примем себя, и правильно примем себя, тогда он нам даст эту жизнь, возможность сделать, да, как говорят, что есть нужно, да, и даже нужно есть так, чтобы было аппетитно и приятно, да, то есть не то, что, ну вот, ничего не поделаешь, так бы, вот мы как бы немножко похожи на животных, поэтому мы должны есть, будем вместе, все, нет, Ашем специально дал нам возможность, чтобы мы имели удовольствие от еды, и вот это удовольствие, которое мы получили от еды, да, ну там все остальные элементы, я не хочу, сейчас мы должны использовать для того, чтобы это удовольствие, это позитивное отношение свое, которое у нас выработало, что мы ели хорошую пищу, нам подготовили, и все, мы сейчас переносим на других людей, мы переносим на изучение Тары, понимаете, так это работает, и вот это все, как бы, говорит Вилам, у него вызывает это уважение, восторг, когда он это видит, поэтому он говорит, как я могу их проклясть, Балак говорит, прокляни их, он говорит, как я их могу проклясть, говорит, они делают такие вещи, что никто другой, кроме них, не делает, Ашем безусловно их любит, есть в Агимаре, Масехет Брахот, приходят народы, и жалуются Ашему, там сказано, да, говорит, сказано про тебя в Таре, Ашерло Иса Пани Булу и Кахшоха, ты тот, который не принимает какого-то лицеприятия, и не принимает никаких взяток, ты без, как бы, беспристрастен, ко всем относишься одинаково, а после этого, говорит, в другом месте ты говоришь, сказано, Микамаха Исрая Гуехат Барец, кто подобен народу моему, единственному народу на всей земле, скажу так, где же равенство, отвечает на это, действительно, словами мудрецов, они говорят, ну что я могу делать, говорит Ашем, смотри, я им сказал, в Таре написано, откуда мы берем основу благословения, сказано, поешь, насытись, и тогда, когда ты насытился, теперь берахта, это благословение, они говорят, приходят ко мне, и говорят, а можно, я съел только казаи, сколько это казаи, это 27 грамм, да, вот, можно уже с этого момента говорить браху, да, понимаете, то есть, вот, это факт, что мы говорим, человек сел казаи, но он уже должен говорить браху, да, вот, такое другое отношение, и так объясняет, мы, как бы, будем говорить еще дальше об этом, в следующем разделе, все эти войны, которые ведут, ведут там, Эдамиты, Моавиты, Мелах, царь Сихона, против нас, да, что они воюют, Мошер Абейнум говорит однозначно, он говорит, пропустите нас, мы, так объясняет, объясняет, это Тюраша Албалпе, что мы вашего, мы не будем пользоваться вашими колодцами, мы не будем пользоваться вашей едой, и даже если будем пользоваться, да, то будем платить за это деньги, там такой есть очень интересный элемент, я не знаю, как сейчас, в советских, в российских столовах, но в мое время было запрещено носить от себя, вот идешь в столовую, ничего приносить не может, ну правда люди приносили там, бутылочку водки под столом, и все это вот, но в столовом ничего, все что за самое ешь, то, что тебе дают, за это заплатить деньги, мы говорим, мы говорим, даже если, Тура рассказывает обещание, которое дал Муше Рабейну, царю Эдаму, мы говорим, даже если у нас есть что-то свое, мы свое есть не будем, мы у тебя будем покупать, ты имеешь полный экономический интерес в том, чтобы пропустить нас через свою землю, а он говорит, нет, мы, и сказано так, они объединились, и Балак призвал Белама, для чего он говорит, они могут нас прогнать из нашей земли, они говорят, но мы не собираемся вас прогонять, пропустите нас в Эрцисрае, как вы знаете, все это территориально, Моавы, дом, все они находятся с другой стороны, с восточной стороны реки Иордана, он говорит, пропустите нас на запад, мы ничего вашего не хотим, и так это объясняет, как бы есть такая Дарша, Медраж, говорят, они боятся, они знают, что как только, почему народ это не пропускает, потому что они боятся, они знают, что когда мы придем на эту землю, мы к этой земле, Балак призвал Белама, будем относиться уважительно, мы ее будем обувстворять, и так этой земле, да, понравится это, что она потребует от нас, от Моавитян, и от Адамитян, говорят, смотри, как они нежно относятся к земле, мы хотим, чтобы и вы тоже, а мы, говорят, мы этого не умеем, мы этого не делаем, тогда они нас прогонят, тогда Ашем скажет, а вы не хотите так уважительно относиться к земле, как евреи, а ну, брысь отсюда, вот поэтому, иначе, когда вы читаете, я надеюсь, вы видели эти строки, сказано, чтобы он нас не прогнал из земли, так они декларируют, мы не хотим вас прогнать, только пропустите нас на нашу землю, чего они боятся, что прогнать, земля их прогонит, земля их не будет носить, да, как говорится, такое выражение, земля их не носит, почему, потому что, когда мы приходим к земле, и мы относимся к этому по-другому, ко всяким элементам служения земле, мы относимся боготворенно, с восхищением, а не так, как бы землю топчет ногами, а ну земля подумает, что такое земля, так вот, из-за всего этого особого отношения, о котором нам Тара рассказывает, вырастает следующая степень, степень, как бы восторга и отношения к народу Израиля, вот у меня здесь, если не ошибаюсь, глава 23, я отмечал себе, пункт 23, ламыд гимель, кав гимель, да, говорит снова, говорит белам, как я могу проклясть народа Израиля, вот ты балак требуешь от меня, чтобы я проклял, проклял народа Израиля, он говорит, кило нахаш бияко, било касав би слое, что значит нахаш, как мы знаем, ну нахаш вообще, это змея, помните, что когда, как бы, этот змей-искуситель, змей-горыныч, пришел, пришел соблазнить, Адама решен, то он называется нахаш, нахаш, это да, ну слово нахаш, даже, как бы, это звуковое выражение, передает шипение, да, нахаш, шипит, и как бы с этим образом змея в разных контекстах он проявляется, но в целом вы познакомились в разговорном ибрите слово ленахаш, Бениамин, вы помните, что такое ленахаш, да, угадать, предугадать, предвидеть, да, какое-то, как бы, внутреннее чувство, не хуш, а не менахаш, да, это как будто бы хорошее качество, да, когда человек может, как бы, предугадать и предвидеть, тоже связано с понятием, нахаш, вот я же не знаю, самая змея, она тоже такая предусмотрительная, скажем, но действительно она пугливая, если ты только занесешь палку, она сразу начинает одергивать, она уже чувствует твои намерения, хотя у нее мозга всего ничего, но здесь имеется другое, и вот, что говорит, снова мидраж Танхума, как он объясняет это, говорит так, кило нахаш би-яаков, говорит, у них, да, да, объясняет следующее, почему у нас нахаш, а на языке тары, нахаш, менахеш, это колдун, есть два значения, наиболее распространенных, косам, косам, это тем, косам, это тот, кто дает всякого рода фокусы-покусы, да, фокусник, а нахаш, менахеш, это колдун, у них, говорит, нету колдунов, я не могу их проклясть, у них нету колдунов, почему у них нету колдунов, что они не умеют и не знают этой профессии, рассказывает мидраж Танхума, потому что они сидят перед Ашемом, как его ученики, да, и поэтому, как бы, для чего нам нужен, для чего люди пользуются всякого рода, там, предсказателями, ясновидцами, потому что очень хочется знать наше будущее, каждому человеку хочется знать, а что будет, пойди к цыганке, она тебе нагадает, да, ждет тебя дальняя дорога и казенный дом, а что такое казенный дом, хотя бы имеется ввиду тюрьма, но может быть казенный дом, это и здание правительства, это тоже казенно, принадлежит казне, да, вот, ну, это как бы, бывает так, бывает не так, а евреям не надо гадать, почему, потому что они напрямую сообщаются с Ашемом, вот что происходит, почему они напрямую общаются с Ашемом, потому что они учат его Тару, Атара, это канал связи с Ашемом, я уже много раз вам приводил слова Балатани, Залман Шнейер из Ляды, основатель движения Хаббат, он говорит, когда ты читаешь Тару, надо чувствовать, что ты создаешь канал связи, сейчас не просто ты читаешь какие-то строчки, Ашем говорит тебе непосредственно, он с тобой разговаривает, когда ты будешь это переживать, то ты почувствуешь, что он вот этими словами разговаривает с тобой, поэтому тебе не нужно кудесников, у тебя есть прямая связь, возможность создания прямой связи с Ашемом, и дальше там говорятся и другие способы прямого связи с Ашемом, как вы знаете, Коэн Гадоль был, Коэн Гадоль, первосвященник, и у него на полное облачение, мы учили, это будем снова учить уже в следующем году, в следующем семестре начнется, что у него было это облачение с двенадцатью камнями, которые символизируют двенадцать колен Исраиля, а внутри вот это называется эфот, а внутри есть как муфта такая, внутри есть какая-то полость, и внутри этой полости находится текст с именем Ашема, и вот так объясняется, что когда царь, предположим, должен идти на войну, значит, он должен принять стратегическое решение, ему говорят советники, ему говорят, можно начать войну, говорят другие, не начинай, значит, он должен получить приговор, куда он идет, к мудрецам, он идет к этому Коэн Гадолю, и говорит, я должен, правильно ли идти мне и воевать сейчас, и вот на этом нагруднике, Коэна Гадоля, зажигается ответ, да или нет, короткий ответ, который, поскольку все, как бы каждый из этих двенадцати колен имеет на самом деле все буквы ибридского алфавита, двадцать две буквы, поэтому зажигается, соответственно, какой-то внутренней подсветкой, влиянием этого имени, Ашема, который заложен там в полости на груднике Коэна Гадоля, высвечивается, говорит, да, иди, поэтому не нужно кудесников, у тебя есть прямой контакт с Ашемом, поэтому мы говорим вообще, как бы, когда мы объясняем свое стремление жить в стране Израиля, и обычно это, как бы, очень правильно говорят, что мы хотим, как бы, это наша земля, нам дал Ашема, дал Авраму Ицхаку Якову, и сказал, и вы, и ваши потомки будут владеть этой землей, но сверх этого, а почему владеть этой землей? Мы это понимаем из этого эпизода, когда Аврам Авину, первооткрыватель, открывает присутствие единого Бога, и Ашем ему говорит, больше, самый, ты, как бы, ты открыл мое присутствие, да, молодец, а сейчас, лях-ляха, отправляйся в мою землю, там я буду с тобой контактить непосредственно, это один из элементов еврейской веры, что в стране Израиля, вот там, где мы сейчас с вами находимся, есть непосредственный контакт сыновей Израиля, нас, с Ашемом, постоянный канал связи, его постоянное воздействие, вот это, говорит Белам, говорит, я обезоружен, если бы они жили кудесниками, и предогадывали, и определяли свои поведения на основании каких-то предсказателей, каких-то оракулов, и каких-то колдунов, можно было с ними бороться, я сильнее, я самый сильный колдун, но они не этим живут совершенно, у них другое, они связаны с Творцом непосредственно, поэтому я их не могу преодолеть, вот мы видим, как я показал вам, может быть, недостаточно иллюстративно, мы начали урок с того, что мы говорим о каких-то особых качествах, которые, на самом деле, как бы не говорят о том, что мы какие-то хорошенькие, мы какие-то вундеркинды, у нас есть какой-то высокий интеллект, а просто, когда мы выполняем семи цвот Ашема, он открывается, и на этом втором уровне у нас возникает с ним прямой контакт, и поэтому мы непобедимы, и дальше продолжает и говорит, вот, теперь, значит, вот в главе 24, страфа 25, страфа 5, 24-5, знаете, вот когда вы будете учить Тару, вы, ну, вот я как бы записал, а так я не помню на память, а в целом, как бы от каждого человека требуется, чтобы он помнил на память, что где и сказано, и почему, когда мы беседуем, мы общаемся, мы говорим к Яму и первоисточник, вот говорит, я вам сказал, глава 24, страфа 5, что здесь говорится, снова, это в контексте того, что этот Валаам, отец Валаам, хочет проклясть народа Израиля, ищет подходы, он восклицает, мы сказали, ма-то-у-а-ле-ха-я-ков, мишка-на-те-ха-исраэль, это то, что когда мы идем, скажем, у вас здесь проблема, вы живете прямо в том месте, где находится место молитвы, бейт-мидраш, но все равно на подходе надо сказать эти слова, ма-то-у-а-ле-ха-я-ков, мишка-на-те-ха-исраэль, как прекрасны шатры твои Израиль, обиталищи Ашема, но что это значит? Говорит так, мишка-на-те-ха, мишкан, как мы знаем, это, во-первых, мишкан от слова лишкон, лишкон пребывать, как сказано в книге Шмот, ва-асу-ли-мишкан, вишаханты-бетухан, изготовьте мне скиню, как говорят, завета, изготовьте мне шатер Божий, и я буду находиться среди вас. И вот там задается вопрос, должно было быть сказано, ва-асу-ли-мишкан, вишаханты-бетуху, сделайте мне храм, я там буду находиться. А вместо этого говорят, нет, если вы построите этот мешкан, этот храм, я буду находиться среди вас. То есть понятно, что здесь речь идет о каком-то эпицентре, месте, из которого присутствие Всевышнего будет распространяться на весь остальной народ. Но, можно сказать, очень хорошо, вот мы только что говорили о том, что сыны Израиля, как ученики хорошие, сидят и учат Тару в присутствии Ашема, но понятно, что это в идеальном состоянии, в стране Израиля находятся на земле Ашема, в Исраэль, они учат Тару, Бет-Медраж, там, где Ашем присутствует, а если Бет-Медраж сейчас разрушен, у нас его нет, так вот, здесь появляется дополнительное объяснение слова Мишканатеха, это несколько достигается нескольким видоизменением произношения этого слова Машкон, это залог, ну, когда вы приходите, скажем, в ломбард, берете деньги или отдаете каким-то образом какие-то вещи в залог, получается, это Машкон, это какая-то гарантийная вещь, которая как бы гарантирует какие-то льготы, которые его получаются взамен. Так вот, здесь сказано, что Мишканатеха и Сраэль следует понимать в смысле залога, да, тот момент, когда у нас есть этот Мишкан, который существовал, как вы знаете, был разрушен дважды, первый раз во времена нашествия Навуходнецера, да, это в VI веке до Новой эры, и второй раз, вот мы говорили, в 70-м году Новой эры, тем не менее, это остается как залог. Вот это очень важный момент, с которым не понимают иноверции. Ну, храм, храм, Божье присутствие, как бы, это превосходно, но в тот момент, когда он разрушен, у нас сегодня его нет, что нам остается? Нет у него его. Так вот, так объясняют мудрецы, что в тот момент, когда он был построен и совершенно определенно, он будет построен и в будущем, это залог тому, что связь с Ашемом остается постоянным. Понятна эта идея? Это мошкон, это не просто мишкант, но еще и мошкон. Поэтому, и так, как вы знаете, это лежит в основе того союза, первого союза, который заключил Ашем с Авраамом Абину. Первый союз, который заключил Ашем с Авраамом Абину, после того, как Авраам получил указание Ашема, ты правильно догадался, что есть одна единая сила, которая руководит этим всем миром. Но здесь, в Уре Халдейском, я не могу с тобой говорить, потому что эта земля полна идолопоклонства, полна всякого рода нарушений. Приди, говорят, Исраиль, это место Храма Божия, с тобой я здесь буду говорить. И он приходит, и тогда Ашем заключает этот брит бейнабитари, союз рассеченных животных. И так объясняют мудрецы, что в этой сцене, которую мы будем учить, соответственно, в книге Брешит, показан прообраз Бетмигдаша. Прообраз Бетмигдаша как гарантия того, что союз с Ашемом будет всегда. В тот момент, когда он заключен, независимо от того, есть в данный момент Бетмигдаш, храм, или он разрушен, а союз заключен навеки. Потому что в той степени, в которой он разрушен, мы его восстановим, и Ашем его восстановит снова. То, что мы ожидаем заново, что будет восстановлен Бетмигдаш, по исполнению этого обещания. Здесь разница. Фактически, очень хорошо, когда есть Бетмигдаш. Это функционирует, это живо. Но даже если его нет, сам факт того, что он был один раз построен, на самом деле, дважды построен, и, следовательно, и он обязательно будет восстановлен заново, это гарантия того, что эта связь с Ашемом остается. Поэтому, как бы, все поползновения врагов, проклясть народа Израиля, в чем-то им получается, в чем-то они, как бы, наносят нам ущерб, но по-настоящему они нас победить не могут, потому что эта связь с Ашемом, это, как бы, видим здесь, и здесь надо подчеркнуть очень важный момент. То, что мы выполняем заповеди, как я уже говорил, с утра встаем, говорим, креат шма, делаем на тела, ядаем, одеваем тфелин, одеваем талит, это все здорово, это наша связь с Ашемом. Но не это является единственным способом связи с Ашемом. А сам факт того, что он предназначил для нас, предназначил нас для этой цели, и даже в тот момент, когда мы не реализовали эту предназначенность, тем не менее, она остается потенциально, и в какой-то момент она будет реализована, это то, что обеспечивает нас постоянной контакт с Ашемом. Топ, на сегодня мы кончим, продолжайте дальше. Ашем.